ребятки всем привет сегодня второй день тренировок через неделю после болезни с нами иван здорово и себя с ребятами разминку уже сделали сегодня у нас программа какая все то же самое все будем делать полигонку также только другие упражнения будут на те же самые будет также стоять на тех сидать будем приседать ничего ребят но вот и занимались после болезни конечно тяжко к нам присоединился серёга всем привет ребят я уже приседал короче да чё у нас сегодня основная мысль основная тема сегодняшнего нашего выпуска это питание будем рассказывать про набор думаю начать нужно именно с фитнес инструктор вообще нужно узнать понять как нужно правильно питаться сколько раз в день начинаем именно с этого если вы питаетесь очень мало допустим один-два раза в день этого конечно не будет нужно гораздо больше кушать привыкли же некоторые люди вот я так пожрал до 2 вы все нормально попутать а побил один раз день вечером то я вот такой тазик пельменей все и мы набираем вас но это не правильно масса расти у вас при таком случае не будет тоже нужно знать что именно вам нужно кушать нужны правильные минералы для организма для роста мышц все это какашка фастфудная хоть иногда и хочется и редко можно позволить но в целом ну никакой пользы ничего хорошего она не приносит вообще людям как бы я рекомендую изначально разбить свой рацион допустим ты бодрствуешь грубо говоря 8 часов ты должен спать грубо скажем 15 часов ты бодрствуешь и вот каждые три часа ты должен примерно есть да и конечно же прям пищи должен быть не для того что жрешь и тебе нормально назад все лезет впихиваешь в себя должна быть не должно быть и давайте привет на самое главное чего не должно быть это чувство голода у человека неважно какая цель стоит скинуть вес проверьте или набрать набрать обычную массу чувство голода это наш враг это говорит о том что когда ты начинаешь голодать то есть но я к тому что у серёга сказал перед их максимум три часа между приемом пищи что если будет больше уже начнутся чувство голода чувство голода ну то есть разрушение наших мышц мы там кушаем набираем 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 как только начинать чувство голода все начинает геометрической прогрессии идти вниз до рассчитать чтобы дольше чем за три часа вот этот промежуток не уходил ночью будем голодать голод это наш фраг это все индивидуально конечно три часа это образно говоря но нужно также знать то что если у тебя наступает голод через пять часов ты все равно должен кушать через три часа это разгоняет свой метаболизм возможно изначально допустим порции будут не такие большие все равно покушать надо будет и покушать именно правильной пищи не какой-то перекус бутерброд там или чай там с конфеткой это все лабуда не знаю давайте узнаем в прямом эфире это макс наш другой дежурный клиник макс привет тебе тебе привет макс без снимают на виду тебя снимает чар да да литр молока надо купить что партеин замешать просто все все ради достижения масс давай вот именно конкретно по пищи какую пищу нужно кушать это конечно должна быть правильная пища рассказал уже его зерновые углеводы углеводы рис гречка пшено каши к углеводам должен быть еще и минералы для мышц это белок белок это может быть уже вот разные белок может быть это птица рыба это мясо но не нужно путать такой белок и допустим колбаса да там содержится белок на это уже лабуда сами колбасу не есть очень редко основные принципы это сколько раз в день то есть ну в среднем там раз по 5 и то чтобы сразу резко на следующий день перейти на 6 7 разовое питание то есть к этому тоже надо как и в тренировках ты сейчас плавно втягиваешь также питание надо будет плавно тянуть еще есть такая тенденция то что некоторые люди говорят вот у меня такая работа я не могу лабуда все херня лабуда я работал тоже вот на металлобазе в течение года я не мог там есть у нас там был один обед то есть я один раз съел работать надо минимум там в течение часов 10 один раз съел и один раз там с мазутными руками себе протеин замешивал там выбивал но это все не то я не мог я не мог набрать там не мог прогрессировать короче говоря я ушел потому что там не было тех условий для роста которые мне требовались моей вот жизненной истории я тоже работал в многих там сферах работала в цемзаводе и охранник предприятиях работал везде мне тоже там только обед выделяли час нихера я просто хер забивал ходил и ходил жирал там в принципе тебе чтобы поесть тебе нужно 10 минут и думаешь что 10 минут ты не сможешь выделить да конечно судья там еда в другом цеху там не знаю да это проблематично но такие такой даже период то что реально старался прям держать режим и доходило до того то что действительно просто все сидели там в гостинке там доставал там контейнер и жрала виду на меня все смотрели а шараш не очень насрать лабуда на парах и буфете доставал свое и мне неважно где чё я как должно быть количество это примерно но на вскидку скажем в среднем примерно 300 250 350 грамм вообще средняя порция такая регулируется количество углеводов зависимости от цели там набор или скидывания количество белка сюда должно быть большой в достатке сейчас серёга топьет нас каждый выгодочный белок может быть каждый прият пищи просить хотел по поводу протеина ваших вот поэтому это химия пить не на всякие витамины чё пьют вообще это тема но спортпит ее можно также размусоливать спортивное питание она создавалась для того чтобы либо добавлять до добавочным добавки спокойные добавки нельзя заменять это то крайне редко оттянуть прием бенрасум если у тебя там под рукой нету то есть ну контейнер с едой да и у тебя обязательно должен быть где-то вот в чем она и удобен то есть ну житель спротивенам то есть ты не можешь поесть в обзоре мы сша чем часто да уже замечены шейки活 протеином ты выпил вот оттянул то есть опять же голосом удалил через часик полтора добрался до дома или до места где-то можешь поесть и спокойно уже покушал составил себе режим питания тоже питаешь так правильно и ты уже все равно остановился тебе нужно питаться больше и здесь уже помогают спортивные спортивные добавки именно протеин аминокислоты там это говоря про протеин можно мысль потерял поехали многие клиенты спрашивают в плане протеинах а можно ли заменить то есть я вот есть не хочу он на этом с утра там или в там в обед там вместо обеда там на работе выпей протеинчики то вечером там это идет добавка которая реально поможет которая плюсом идет к обычному здоровому рациону питания вот ты кушаешь там энное количество раз допустим пять раз в день и пьешь еще один там тире два раза протеин это будет 6 короче говоря вот это будет только плюс по пунктам 1 пункта первая сколько мы часов воду стоим делим это все на 3 должны спать на не менее не меньше 8 часов в сутки чтобы хорошо восстанавливать получаем количество равное количество приемов пищи стараемся кушать и белок и углеводы но углеводы можно конечно под вечер уже исключить к концу дня твой организм в энергии особо не нуждается и остается отдохнуть поспать а белок от самого начала до самого конца остается на протяжении всего самая распространенная чего вы сами едите курицу гречку да огурец при наборе углеводы имели приоритет приеме пищи процентов 70 составляла именно углеводная составляющая процентов 30 это уже был бы белок последний прием пищи после 6 часов не есть вот допустим я ложусь часа в 2 ночи твой организм уже начинает отдыхать примерно часов в 11 прям перед самым сном не ешь часа за 2 в среднем вот если ты в 2 ложишься в 12 можешь поесть через пару часов и спать что мы категорически исключаем из нашего рациона вообще мазик а ты полностью все исключаем алкоголь вот по поводу алкоголя алкоголь конечно можно употреблять если ты хочешь набухиваться тебе в зале делать нечего джей в принципе также можно сказать и про этот рыбный фастфуд лабуда если все в меру если до фанатизма короче все как обычно мир мир вот просыпается что-то я ем просыпаюсь долгое время не мог под себя подобрать то что мне заходит бывало так что я ем с утра я понимаю что надо есть меня не лезет меня вырывает обратно в общем суть в том что я с утра им всегда нашел для себя оптимальный пример пищи это порция гречки заливаю молоком сухую или валоком нет вареной естественно я хочу трассы жалобить пакет там в обед заварился пельмитос сюда пришел нормальный вальс пару чизбургеров принес вечером я думаю еще пиццу заказать пиццу с колой мне еще на бухлишки закажем кальян кальян бухлон все что мы сейчас говорим это ну правильно правильно вот на самом деле так питались че там минут на 20 если честно бле 27 давайте короче закругляться будем рады ответить вам на ваши вопросы режим это вообще основа всего вообще прогресс мне кстати вот я не в камеру буду говорить данный чувак писал с этого с армией прям пишет мне чувак мне нужна консультация туда-сюда я хочу спрогрессировать на нас кормят три раза в день я постоянно хочу жрать ну чё тебе могу посоветовать либо варюгой там на кухне либо говорю это просто старайся не сгореть если не будете передать и вы будете заниматься вы будете просто тупо гореть ваши мышцы будут исчезать тело делается на кухне зале она корректирует давайте ребят до новых встреч надеемся что было интересно можете ставить лайки подписывайся дизлайки ставить подписывайтесь к никитасу подписывайтесь к нам начинаете заниматься тренироваться тоже пошел заниматься всем пока всем пока короче ребятки прошел второй день тренировок после болезни я болел после первого дня тренировки тяжело конечно но зато под конец бодрячок какой-то все равно есть ну и подписываюсь к ребяткам заходите от себя могу добавить на первый день после первого дня мышцы в принципе не болели у меня есть мышцы главное не болеть болеть это хуёво на самом деле особенно когда Ты лежишь с температурой 4 дня подряд Подписывайтесь на форум, подписывайтесь на Стальной Путь С вами был Никита Годзилов, всем пока Йоу